Это въезд в Шушу, армяне произносят Шуши, знаковый город Нагорного Карабаха. Для азербайджанцев это колыбель культуры, а для армян – важный религиозный центр. В октябре 2020-го Шуша перешла из-под контроля армянских сил под власть Азербайджана. Журналисты BBC были здесь год назад, и я приехала посмотреть, что изменилось. В 1975 году, я, правда, мои родители уже тогда жили в Баку, но вот так получилось, что я родился в Шуше, тогда мама была в гостях у своей матери. И первые несколько месяцев я провел в Шуше, а потом уже каждый год на лето меня отправляли к бабушке, в какой-то город, где я, я считаю, формировался как человек, как личность. Ужасно до сих пор не верится. Уезжали с той надеждой, что мы вернемся где-то в дни через 10. И... Ну, мы ничего абсолютно не взяли. Я уехала где-то в начале, в середине октября. Я не помню дату, но после того, как уже стали бомбить по Шуше. Просто так попасть в Шушу сейчас практически нереально. Как и другие территории, которые перешли под контроль Азербайджана после подписания прошлогоднего перемирия, Шуша охраняется военными. Дело в том, что еще недавно эта территория была местом боевых действий, и здесь могут быть мины, поэтому въезд сюда строго по пропускам. И пропуска эти получить довольно сложно. Сюда приезжают только организованными группами. Но минус таких поездок в том, что самостоятельно ходить по городу не очень получается. Постоянно перемещаешься по заранее продуманному организаторами маршруту. Вот поэтому сейчас на часах 6.30 утра только расцвело, и я постараюсь чуть-чуть прогуляться по городу сама. Идешь, и вокруг то и дело попадаются какие-то детские игрушки, неработающие холодильники от мороженого, обломки какой-то домашней утвари. То есть ощущение того, что еще недавно здесь жили люди, но сейчас это абсолютно город-призрак. Представь нас уже, это магия. У него совсем другая атмосфера. Там люди все добрые. То есть там даже дети, если тебя не знают, но они приходили, они здоровались. Ну, не знаю, это фантастика какая-то. Там тепло. Хотя этот город находится на вершине, 1800 метров. И там, например, все жалуются, что там полно, там ветра. Но на самом деле это теплый город. Вот мы в Азербайджане говорим, что это вместе с водой проникает в нас. Вот это шуша, где все вместе с водой проникает в тебя. Вот есть национальная идентичность, которая проникает в тебя, вместе с этим воздухом, мы с людьми. В 1992 году в ходе Первой Карабахской войны азербайджанцы вынуждены были бежать из шуши. Последний раз, в 91-м, я ехал туда. Была абсолютная тишина. В автобусе сидел в первом ряду солдат, казах какой-то с автоматом. То есть без охраны, без вооруженных солдат просто автобусу нельзя было приезжать, потому что забрасывали камнями, иногда стреляли, поэтому было немножко опасно и тревожно уже. Но все равно никто не ждал вот такого развития. Шуша пала, и планы, конечно, поменялись. И вся родня в один день стала беженцами. В следующие 29 лет город находился под контролем армянских сил. В прошлом году в Шушу снова пришла война. Азербайджанские военные наступали, пытаясь вернуть себе город и другие территории, потерянные в ходе Первой Карабахской войны. 8 ноября 2020 года Шуша перешла под контроль Баку. Пошла такая волна массовой эвакуации людей из соседних деревней, из Сахнах, авиаторанод. Люди привезли в Шуши ночью. А на утром всех этих людей стали вывозить. И вот папа с братьями, они с автоматами в руках, они были в городе, как бы удержали оборону. И если я не ошибаюсь, 7 числа в Шуши начали бомбить. Папа тоже ночью с нашим присоединился к ребятам-спасателям. Они сказали, что нет, нужно выезжать из города без документов, без ничего, просто так вот прям в тапочках. Первое впечатление, довольно много следов войны в городе. На стенах видны как следы от попадания пуль, так и попадания крупных снарядов. На многих домах встречаются вот такие надписи. Обычно это или имена солдат, которые входили в Шушу, или те города, из которых они. Вот, например, справа надпись «Габала» — это азербайджанский город. На нашего дома уже нет, всё, там пустырь. Ну а что вспоминаешь? Всё вспоминаешь. То есть даже иногда просыпаешься, думаешь, что ты просыпаешься у себя в кровати, открываешь глаза, видишь то, что нет. Это не так. Я понимаю людей, которые потеряли свои дома. Большей части, честно говоря, у меня такое ощущение к людям, которые жили, например, в Гадруте. Потому что люди потеряли свои дома. А люди, которые в Шушу жили, они же занимали чьи-то дома. Понимаете, когда вы приходите в чужой дом и устраиваете там свою жизнь, вы должны понимать, что рано или поздно хозяин вернётся, и вам надо будет это покинуть. И когда армяне, которые говорят, что мы покинули свои дома, в которые заселились 20 лет назад, то они должны понимать, что 20 лет назад хозяева этих домов были или изгнаны, или убиты. Моя мама родилась в Шуши, она всю жизнь жила там, там был свой дом. То есть коренная Шушенька мама, поэтому всей семьей мы там и жили. С девяти вечера до шести утра в Шуше действует комендантский час. Но даже и днём на улицах города не сказать, чтобы много людей. Фактически здесь сейчас живут только военные и строители. К сожалению, и те, и другие отказываются разговаривать на камеру. А вот грохот строительной техники в Шуше не смолкает. В лесах и одно из самых узнаваемых зданий города – Церковь Христа Всеспасителя. В октябре 2020-го в собор попало два снаряда. Можно заметить, что с колокольни снят крест, а с самой церкви – остроконечный купол, который делал её узнаваемой и легко заметной практически из-за любой точки Шуши. В Азербайджане говорят, что это сделано для того, чтобы как можно скорее реставрировать церковь. Но в Армении считают, что купол сняли для того, чтобы принципиально изменить её внешний вид. Смотрите, вот в эту Азанчистос, когда заходишь, неважно, с правой стороны или с левой стороны, ты можешь вот зайти в эту молебню. То есть ты стоишь прямо под сценой. Внутри есть отверстие на потолке. И когда ты разговариваешь, ты разговариваешь сам с собой. На то время священнослужитель у церкви был один. Но перед литургией ему нужно было тоже отпустить свои грехи и в то же время слушать голос Господа. Я просто не хотелось бы, чтобы потерялась акустическая возможность. Азербайджан обещает восстановить и вторую церковь в Шуше. Она тоже пострадала от обстрелов в ходе войны. При реставрации за основу возьмут советские описи обоих храмов. В них остроконечные купола, которые венчали церкви при армянах, не упоминаются. За любую стенку, за любой камень я очень буду рада, если что-то останется. Восстанавливают и мечети. Когда-то в Шуше их было 17, теперь осталось только две. Они не пострадали в боях. Но в Баку считают, что армяне сознательно разрушали мечети, когда контролировали город. Я правда боюсь, что это все восстановить будет сложно, потому что люди 30 лет жили в других городах, и они тоже поменялись, и новое поколение поменялось. Я не знаю, вернутся они туда и будут опять шушинцами, или это будет совершенно новый город. Я это не знаю. Когда дети уже подрастут, и не будет этих проблем со школами и прочими делами, наверное, переехать все-таки туда, потому что да, 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 это очень родной для меня город, это город, в котором я родился. Смотрю и не понимаю, разве это сам с нами произошло, как это так? То есть, в принципе, в 11 километрах находится мой дом, а я не могу туда поехать. Шуша, армяне называют это место Шуши, во многом символ этого конфликта между Арменией и Азербайджаном, потому что этот город показывает, что это противостояние, оно не только и не столько о борьбе за контроль над территорией. Но обе стороны конфликта говорят, что у них здесь исторические и культурные корни, и обе стороны не готовы слушать аргументы оппонента. Вот той жизни, которую я планировал, ее не будет просто. Она украдена, и украдена этой войной, которая через 30 лет, как выяснилось, никому ничего хорошего не дали, только разруха, только руины, только беженцы, и миллиарды, потраченные на оружие, которые могли бы служить людям, дать образование, здравоохранение, культуру. Тридцать лет назад наше поколение осталось без пары. Мы выросли без родителей. И сейчас опять простить. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.